Кто не успел, тот опоздал. Именно так можно сказать о массовой прививочной кампании против ковид-инфекции и гриппа на Брещене, которая подошла к своему логическому завершению. В настоящее время в Брестской городской поликлинике номер один уже привито более 7 тысяч человек. Такая цифра не может не радовать медиков, ведь это хороший показатель того, что в Брещане активно прививаются, тем самым совместными усилиями создают коллективный иммунитет. Приглашаем на вакцинацию, также работаем с предприятиями, с учреждениями образования, читаем лекции, пытаемся максимум донести информацию о необходимости вакцинации. Потому что на самом деле только осознавая важность вакцинации можно создать действительно коллективный иммунитет, бороться с такими инфекционными заболеваниями, которые вот есть. Люди идут осознанно на вакцинацию, проводится активная беседа о необходимости вакцинироваться от данных инфекций. В нашей поликлинике за период кампании вакцинации были такие вакцины. Инактивированная вакцина против гриппа производства России, также вакцина вакси-грипп производства Франции и вакцина инфлювак производства Нидерланды. Только совместными усилиями мы можем достигнуть коллективного иммунитета. С этой фразой бесспорно согласна брещанка Анна Рыба. Женщине 80 лет и, казалось бы, организм ведет себя так, как положено возрасту. Но Анну Антоновну это не останавливает следить за своим здоровьем правильно и вакцинироваться в мерах профилактики. Вот этот раз в период прививочной кампании женщина пришла за очередной прививкой от гриппа. Трепетно я отношусь к здоровью, потому что уже у меня оно слабенькое. Я инфаркт перенесла, операции много перенесла, поэтому я еще хочется пожить, конечно. Я делал российскую, сын тоже российскую, подруга тоже российскую делали. А потом уже, наверное, пятый укол от гриппа делали. Сейчас пришла, мне врач говорит, будете делать, я говорю, буду от гриппа, скажу, он сын придет, тоже сделает, и подружка, и все. Здоровье самое ценное, что есть у каждого человека, и заботу о нем невозможно переложить на чужие плечи. Потому очень отрадно, что большая половина брещан это понимает и незамедлительно приходит за повторной вакцинацией. Каждый год прививаюсь и переношу, если заболеваю, я переношу болезнь. Вы прививались, как исходили, так и от гриппа, верно? Да. Как вы себя чувствовали после этого? Прекрасно, ни температуры не было, ничего не было. В этом году, где-то месяц назад, это была прививка, я делал против гриппа. Я уже пять лет делаю. Нормально, таких нет, побочных нет явлений. Я считаю, что нужно, особенно пожилым людям. Они, конечно, все противники этого, но надо, очень надо. Кто-то к своему здоровью относится трепетно, кто-то и вовсе игнорирует прививки, надеясь только на свой иммунитет. Я уже переболел, но я не считал, что нужно прививаться. Если я уже естественным способом переболел, я уже имею какой-никакой иммунитет от него. Я такой более-менее зож образ жизни веду, закаляюсь, пью витамины, которые необходимы моему организму. Я более на свой организм надеюсь. Здесь, конечно, выбор каждого, но стоит помнить одну истину. Любая прививка – это не только барьер для того или иного вируса, это ещё и своеобразная мера профилактики.